Всем привет! Сегодня у нас будет история подписчицы. Очень неординарная, редкая история, такое бывает. Просто можно написать сериал или фильм снять. История долгая, я вам буду сейчас зачитывать и давать какой-то комментарий по этому поводу. Я буду ждать тоже и ваших комментариев, потому что тут есть, скажем так, над чем подумать. Давайте приступим. Меня зовут Татьяна, в первую очередь хотела бы вас поблагодарить за ваш канал. Очень много полезной и ценной информации, на вас приятно смотреть и слушать. Подписана на канал уже пару лет и всегда с нетерпением жду новое видео. Спасибо, что помогаете. Как и многие девочки, хотела бы поделиться с вами своей историей, непростой историей с турком, а точнее курдом. Он из города Адана. Длиной в 14 лет. И узнать ваше мнение, есть ли у нас будущее. Сейчас ему 37, не 33. Знакомы мы с 2006 года. Моя подруга после отдыха в Турции начала общение с турком. Через некоторое время его забрали в армию, и уже будучи в армии, он выходил с ней на связь через скайп. Узнав, что мы с подругой живем вместе, он спросил ее, свободна я или нет. Сказал, что у него есть хороший парень, друг, с которым он может меня познакомить. Я согласилась. В следующий эфир турок уже у подруги вышел уже с моим кадиром. Он офицер жандармерии. С первого взгляда поняла, что пропало. Мы начали общаться. Через два месяца общение он сказал первое «люблю». Чувства нас захлестнули, он присылал посылки, делал подарки. Через полгода общения предложил встретиться, познакомиться с семьей, перевел деньги на билеты. Подумав некоторое время, спросив совета мамы, мы очень с ней близки, я все-таки решила лететь. Было страшно, но интуиция мне подсказывала, что все будет хорошо, ему можно верить. Напоминаю девочке, это было 14 лет назад. Жили у него дома с его мамой и сестрой, приняли меня очень радушно, кормили на убой. По возвращению на весах плюс 4 килограмма. Потом прилетело еще два раза на две недели. В какой-то мой приезд он подарил мне кольцо и сделал предложение при маме. Был никях, я была счастлива, но до конца все-таки не осознавала серьезности происходящего. Когда пришло время возвращаться домой, он сказал, что снимет для нас отдельное жилье через пару месяцев и хочет, чтобы я к нему переезжала. Я сказала, что не готова сейчас к переезду, так как училась на тот момент в институте, бросать его я не хотела. А еще нужно было подготовить мою маму, которая не обрадовалась такому исходу событий и оказывала на меня психологическое давление. В ее понимании я должна была попасть в рабство, повязать платок, встать к плите и рожать детей. Кстати, в вопросе религии проблем вообще никаких не было. Семья его открытая, в итоге отношения наши продлились два с половиной года. Он все сделал, как и обещал, снял для нас дом, сказал прилетай, но я испугалась. Приняла решение разорвать отношения, о чем сейчас, конечно же, жалею. На тот момент было несколько причин. Первое это давление мамы, второе незаконченный институт и третье переезд в Москву, так как новая работа в крупной авиакомпании. Наверное, все девочки в детстве мечтали стать стюардессой, я не исключение. Когда прошла отбор, моему счастью не было предела, небо, самолет, девушка. Открылась новая страница в моей жизни, а любовь ушла на задний план. И разрыв был тяжелым, но он не мог принять мое решение и пытался меня переубедить. Новая работа и жизнь в большом городе меня захлестнули с головой. Спустя год примерно я получила от него бандероль, в которой были его дневники и письма ко мне. Письма боли, непонимания и письма надежды. Тогда мне захотелось провалиться сквозь землю, чувствовала себя дико виноватой перед ним и просила прощения. В 2010 году встретила своего будущего мужа, в 2013 году мы поженились. И все это время, раз в полгода примерно, я получала от своего курда СМСки, спрашивала, как у меня дела, не вышла ли я замуж. Сказал, что у него появилась девушка, но жениться он не планирует. Он винил мою маму в том, что она помешала нам стать счастливыми, а у меня все сжималось в груди от чувства вины. И после свадьбы он продолжал интересоваться моей семейной жизнью, не обижает ли меня муж, счастлива ли я. Мне казалось, что я была счастлива, но сейчас-то понимаю, что не по-настоящему. Детей нам с мужем Бог не дал, хотя оба были здоровые. Весной 16-го наступила долгожданная беременность, и в это время я получила теребное СМС от Кадира. Я поделилась с ним своей радостью, он меня поздравил и исчез. Потом выяснилось через несколько месяцев, что он женился, а моя беременность прервалась и выкидыш. И все как в тумане. В 17-м году снова получилось забеременеть и снова выкидыш. Я в отчаянии, муж не справился с этим, завел он трижку, а простить я это не смогла и подала на развод. Через несколько месяцев решила полететь в отпуск, сменить обстановку, перезагрузиться, обнулиться и начать жить с чистого листа. Полетела в Турцию. Перед поездкой решила написать кодирую СМС, что лечусь в отпуск. И несмотря на то, что знал, что я все-таки замужем, он спросил, что с мужем. Я ответила, что подала на развод и лечусь с подругой. Он спросил про ребенка, так как не знала выкидыша. И в итоге он получает от командира разрешение на 4 дня и прилетает в СИД. Получается, мы не виделись 7 лет. Было очень волнительно и в тот же момент интересно. Что почувствую и при встрече, и когда встретились глазами, по всему телу пробежала дрожь, как будто током ударила. И не было этих долгих лет разлуки, и все было точно вчера. Было заметно, что и он очень волновался, крепко сжимал мою руку. Долго разговаривали, он был расстроен, что все сложилось. Сказал мне, перестал меня любить все эти годы. Решение жениться принял, когда узнал о моей беременности, что ждать он больше смысла не было. Мы провели с ним волшебные 4 дня. Они отлипали друг от друга. Он подарил мне милые золотые браслетики с бабочкой, со словами. Это символ нашей жизни. Он уехал, и будто оборвалось что-то внутри уже у меня. Отняли руку, ногу, и ты не можешь полноценно жить. Так я поняла, что это мой мужчина, что хочу от него детей, но по факту он был уже не моим. Я понимала, что свое счастье на чужем счастье не построить, но общаться с ним не перестала. Спустя 4 месяца он предлагает мне встретиться, покупает билеты, бронирует отель. Мы летим в Каппадокию на неделю. Удивительное место. Потом в Анталью. И снова все как он на одном дыхании. Я на седьмом небе от счастья. Спросила у него про жену. Она. Педагог, переводчик с французского, заморочена образованием. Пишет диссертацию детей, пока не хочет. Он сказал, что тоже не хочет от жены детей. Всегда мечтал о наших детях. До свадьбы 5 лет жили они вместе. После стали жить раздельно. Так как она в Анкаре учится, а он по роду службы каждые 2-3 года перемещается по разным городам в стране Турции. Когда они видятся, непонятно. И что это за семья такая, тоже непонятно. Либо он что-то недоговаривает. Вообще эту тему неохотно он разговаривал. Я спросила, возможно ли в Турции разводы. Ответил, да, но не так легко, как в России. Третья встреча состоялась снова через 4 месяца. Инициатором был он. Все организовал. Я прилетела на Инфинителе. Жили мы уже не в отеле, а в съемной квартире, как молодожены. Все было прекрасно. Театр, концерт и опера даже в цирк сходили. Когда пришло время улетать в Россию, я спросила, а что дальше? Есть ли шанс, что ты разведешься? Ответил, что шанс есть, но гарантировать не может. Попросил дать ему год. Аргументом того, что он оплачивает жене обучение. Ей год остался доучиться. И не хочет ее травмировать раньше. Иначе она впадет в депрессию и бросит институт. Также он снимает ей квартиру в Анкаре. Я вошла в положение и согласилась ждать. По прилету домой я узнала, что беременна. Бог услышал мои молитвы. Вариант делать аборт даже не рассматривался. У меня просто не было на это права. И был риск потом не иметь детей вообще. Я с Вердой решила рожать. Сообщила ему новость. Он был очень рад и в то же время опечален тем, что он не может быть рядом. На сроке в 6 месяцев он купил мне билеты. И я снова полетела к нему. Так как он очень хотел погладить животик. Разделить со мной эти моменты беременности. Беременность протекала неспокойно. Три раза я лежала на сохранении. Слава Богу, все хорошо. И вот в октябре 2018 родилась у нас доченька. Договорились с ним, что на выписку он не прилетит. А мы прилетим к нему, когда дочка немного подрастет. Через 7 месяцев мы к нему прилетели. Прожили полтора месяца. Он работал, жили как семья. Все было хорошо. К тому времени прошло полтора года. О жене он так ничего и не сказал. Так как с его слов она решила продолжить свое обучение в аспирантуре. Позднее я нашла ее страницу на фейсбуке. Действительно, в информации образования указана аспирантура. Я надеялась, что поедем к его маме. Но нет. Сказал, что не время. Она была после операции на колее. Неплохо передвигалась. Она до сих пор ничего не знает про нас с ним и про внучку. Что меня очень расстраивает. В итоге в июле 19-го вернулась дочка домой. Перед отъездом состоялся разговор. Спросила его быть честным. Не обнадеживать меня, если не готов разводиться. Скажи мне, как есть. Чтобы я не пытала иллюзии. По поводу совместного будущего я строила свою жизнь просто. Но он очередной раз попросил дать ему время. А сколько, он сказать не смог. Вот прошло уже 7 месяцев. И никаких изменений. Общение наше сократилось. Он впал в какую-то депрессию. На вопросы, что делаешь, когда увидимся. Отвечает, не знаю. Говорит, не спрашивай мне ни о чем. Мне плохо. Дай мне время. Не дави. При этом пишет, что любит и скучает. Но моему терпению уже пришел конец. И хочется определенности. Написала ему, что не держу его. И ни к чему не принуждаю. Если ему трудно принять решение, то я его отпускаю. Ответил, что не готов нас потерять и смириться с этим. Я перестала вообще ему писать. И сказала, чтобы меня не мучил больше. Но он продолжает писать короткий смс. Привет, как дела, люблю. Чем меня еще больше ранит. И вводит разоблуждение. Хочу отметить, что с рождения дочки помогает нам материально ежемесячно. За что ему спасибо. Ставя себя на его место, я понимаю его сомнения, страхи. Возможно, он до конца и не уверен во мне. Ведь ему придется перечеркнуть 7 лет своей жизни и его жены. Сделать ей больно и держать ответ перед ее родителями, перед своими родственниками. А больше всего я боюсь, что они потом станут проклинать меня и нашего ребенка. И не позволят нам быть счастливыми. Но 2,5 года это не маленький срок. И надо как-то определяться. Эти качели меня угнетают. Сейчас я в растерянности, в отчаянии. Чувствую, что он отдаляется. Не знаю, что думать. Где правда, где ложь, как себя вести в данной ситуации. Если у нас будущее или наши больные отношения обречены. Буду очень признательна за ваше мнение со стороны. Заранее благодарю за обратную связь. В общем, я девушке сразу ответила. Это было очень давно письмо было. Но так время, извините, подошло. Я сначала всегда снимаю, кто раньше написал по очереди девочки. Я сказала, что сниму видео. И сказала, что история, конечно, нелегкая. Но знаете, что вы все делаете правильно. Только одно, вы не довели до конца. Уходя, уходи. Перестали общаться. Значит, нужно перестать общаться. Пусть хотя бы... Такой мой посыл был, что хотя бы... Он бы отправлял вам молча, скажем так, деньги на ребенка. Помогал финансово. Но я сейчас объясню, почему я такой совет дала. И девушка мне опять написала. Она ждала ответа. Его ничего не было. И такая дописка к письму. Мой молодой человек продолжает писать короткие смс. Раз в несколько дней просит его добавить в инстаграм. Так как я его раньше заблокировала. Но про встречи ни слова. Пишет, что мучается, умирает день за днем. На мои вопросы о том, что с ним происходит. Когда это все закончится, ничего не отвечает. Головой я, конечно, понимаю, что отношения обречены. Так как прошло месяцев восемь. И никаких изменений. На душе теплится надежда. Так как осенью он мне писал, что развод возможен в феврале-марте. И после того, как его супруга защитит диссертацию. Возможно, он не хочет быть болтуном. Поэтому занял позицию молчания. А может, он так потихоньку сливается. Для меня было бы честнее и порядочнее с его стороны. Объясниться со мной. Сказать все прямо и не мучить меня. Вот такая долгая и непростая история. Это не такая история, когда ты стала любовницей женатого мужчины. Хотя здесь такой элемент тоже есть. Здесь еще все оттяжеляется появлением ребенка. Вообще, в принципе, эту всю историю надо рассматривать со всеми 12-14 лет их общения. Что мужчины? Да, им, скажем так, руководит страх развода, ответственности за это. Страх принятия ответственности, скорее всего, за вас. Ребенка у него нет. Он просто вам не доверяет. Вы его очень сильно опрокинули. Почему вы это сделали? Вы знаете, это дело не в маме, не в институте. Вы просто не готовы были к браку в то время. Вы были очень молодой, и вы этого не хотели. Отчасти его любви не хватило, скажем так. Вы его не так сильно любили. В отношениях любил он больше, а вы позволяли себя любить. И это нормально, потому что в вашей молодой голове перспектива работы, карьера, саморазвитие. Это нормально. Вы просто не в то время, не в час с ним встретились. Не тот период жизни. Вы еще были молоденькой для этого. Он был постарше, ему было время уже жениться. Далее. У него страх. Им руководит страх того, что вы предательство. Вы просто наняли большую рану, он вам не доверяет. На данный момент он не разводится, потому что еще ответственность за жену. Он хотел быть, скажем так, папкой. Он вам активно предлагал, все организовал. Он вообще молодец мужик. Но вы очень сильно ранили и напугали его, и отодвинули. У него есть любовь, но он вам не доверяет. До сих пор он вам не может доверить, даже когда вы родили ребенка. И плюс вот это ощущение папки, что я имею в виду. Он полностью за вас хотел заботиться. Он выбрал себе девочку, бы моложе. Чуть-чуть помолнился, большая разница, но все равно. То есть он опекал ощущение этого мужчины, который очень многие женщины этого ищут. И жену он себе такую сейчас нашел, турчанку. Почему ему еще трудно с ней расстаться? Он чувствует свою ответственность, как папочки за нее. Потому что то, что они живут в разных городах, это очень большой показатель их отношений. У него больше уважения и ответственности за нее. Он, скорее всего, привержен с фразами в ответственности за тех, кого приручили. И вот он ей снимает квартиру, он беспокоит свое обучение. А на кого я ее оставлю, все прочее. То есть если бы она нашла какого-то себе другого мужика и сказала, давай, ревидерч, расстаемся, она бы его окинула. Он бы это проще пережил. Так его тянет вот это ощущение, тяготит, что никаких конфликтов, проблем как бы нет. Они удочно пристроились, что она, что он. И вот это его и тяготит, вот это ощущение своей ответственности перед ней. Что вообще конкретно делать? Мой совет такой был. Короче говоря, в семейной психологии, консультации с семейным, есть такая практика, когда супруги не знают, когда их отношения зашли в тупик. Вместе, не вместе, что делать, какие-то конфликты, неконфликты, недопонимания. Дается три месяца. Я вам практика, кто в такой ситуации, записывайте. Такая практика есть. Три месяца не общения. То есть супруги, вот пара, не общаются три месяца. Вообще никаких ни контактов, ни смс, ни разговоров, ни ответов. Разъезжаются по разным квартирам, не контактируют. И, естественно, ни в коем случае не вступают в какие-то половые отношения. За три месяца это тот период, когда психика отдыхает, и человек понимает, есть у него чувства к самому партнеру или нет. Это тот срок, когда ты почувствуешь, хочется тебе снова возвращаться в эти отношения или нет. И тогда просто из этих двух людей, в такой ситуации, партнеров, каждый понимает, кто любит, а кто позволяет себя любить. Вот так. Если есть дети, в таких ситуациях там минимальный контакт идет, вот как я предложила девушке. Пусть молча, я просто отправляю деньги на ребенка, но контакта нет. Проблема, почему вы до сих пор, вот месяц прошел, как мне писали, почему я дала вам совет. Вы с ним контактируете. Вы не сделали то, что я вам советовала. Прекратить обрубить общение на три месяца. Он мне пишет смс, просит мне, вы ему отвечаете. Вы не услышали меня. Вот, допустим, представим, мы на консультации семейной, я психолог, даю вам такое домашнее задание. Прекратить контакты. Ему это объяснить можно. Давай вот три месяца подумаем, ты там, ты, 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 ты. Обговорите это, не надо обрывать. И просто пропадать из жизни человека. У тебя боли, у вас привязка, извините, сильная, ребенок. Вот что самое здесь главное в этой ситуации, ребенок. И вы этого не сделали. Вы не сделали свое домашнее задание, хотя прошел уже месяц, уже, считай, одна треть этого срока могла бы пройти, и он бы уже что-то осознал. Его на какое-то принятие решения подтолкнет ваша полная потеря. Контакта с вами и с ребенком, любить и скучать, это его подтолкнет, и он отодвинет свои страхи к принятию этого решения. У вас ребенок, у вас самый сильнейший для него сейчас рычаг давления на этого человека. Его мотивация, это его ребенок, любовь. И если вы прекратите общаться, действительно, никакого контакта, это поможет. Вы этого просто не сделали. Вы включили такую терпилу, которая терпит, молчит, но вы не прекращаете контакт. Вы не идете к этой цели, ничего вы не сделали. Вы там где-то заблокировали, с инстаграма удалили. Это примитивная мера. Я вам еще сразу написала в первом письме, уходя, уходи. Закрыли дверь? Закрыли. Дайте ему время побыть наедине с собой. Потасковать, попереживать. Вот он сейчас в депрессии. Знаете, что его депрессия какая происходит? Это его страх, он борется, он сейчас в своем страхе варится. Страхи принятия решений. На него давят его личные психологические проблемы. Вот это желание быть папкой, ответственности за свою жену за 7 лет, за это все. Это ему тяжело дается, он принимает решение. Дайте ему принять решение, не издевайтесь его, просто над человеком хотя бы. Обрубите, дайте ему подумать. Пусть он поймет. Вы, вступая в контакт, вы не даете ему вот этого пространства очистить свой мозг. Вы его шумом своим, своим появлением, смс-ками раз в несколько дней дополняете. Вы должны сказать, так, ты в депрессии, окей. Знаете, что вам мотивирует? Страх его потерять. Но этим страхом вы за него вцепляетесь, боитесь с ним расстаться. Все проще. Хотя я мозгами понимаю, будущего нет. Примите это мозгами и дайте им 3 месяца свободы. Обговорите. Прямо сказать, через 3 месяца мы встретимся или не встретимся. У нас будет разговор в скайпе или еще как-то. Давай подумай. Порой, если у вас ребенок есть, он вас любит на самом деле. Его останавливают, его личные комплексы и проблемы в отношении его жены, которая на данный момент есть. И страх его, то, что вы его предали когда-то. Очень сильную ему рану нанесли, которую он до сих пор не пережил. Но он мужик. И он это может перебороть. Вы вообще ему скажете, отправьте его, посоветуйте обратиться к психиатру. Если он в депрессии, у него установят уровень депрессии. Пропишут антидепрессант. Он выйдет из этой эмоциональной ямы, из депрессии эмоциональной. Выровнится в плюсы и пойдет, не в минусах будет жить. И тогда у него прозреет мозг. Он начнет решать проблемы. Может пойти на консультацию к психологу. Решить свои личные проблемы и принять решение. Он запутался. Но своим вот этим поведением, поддерживая с ним контакт, подпитывая. Вы просто себя подпитываете, со страха его вообще потерять. Что это разные страны, далеко и тра-ля-ля. Все такое прочее. Но вы тем самым делаете хуже. Вы ему сокращаете это время принятия решения. Короче, вы это все просто не помогаете. Как вариант, многие могут посоветовать. Ой, напишите ему жене, вышлите фотки, переписки и все прочее. Да, так сделать можно, но это очень эгоистично. И это нанесет удар. Не делайте так. Он вам так не доверяет, и вы его подставили, кинули когда-то. Что если вы это сделаете, это будет очередная подстава. И точно принятие решения будет не в вашу пользу после этого. Вы вообще, на вас он поставит крест. Вы ему нанесете снова боль. Не делайте, пожалуйста, таких решений. Я опять продолжаю. Вы должны... У вас есть будущее, вас вас волнует. Да. У вас есть ребенок, у вас есть любовь. Но у человека он запутался, мужчина, ему нужно помогать. Поговорите с ним. Перекратите общаться, контакты на 3 месяца. Пусть он поскучает. Скажите, он раньше, чем 3 месяца, месяц-полтора ему хватит. Никаких общений, никаких смс-ок. Просто ноль общения. Понимаете? Переступите свой страх его потерять. Вы его все равно потеряете, если это не предпримите. Не попытаетесь хотя бы. Второе. Ждите месяц-полтора, два, три вот этих максимумов. Просто через 3 месяца уже будет конкретик, он будет созреет и будет готов. Но чтобы в вашу сторону это было предпринято решение, ему нужны антидепрессанты. Просто протрезвить свой мозг, выйти в плюсы по настроению, эмоциональному состоянию, принимать решение, чтобы голова была трезвая. Он вошел в эту депрессию, он борется сам с собой, со своими внутренними комплексами, проблемами. У него есть проблемы личные. Почему он хочет быть вот этим папочкой, опекать жену. Вот это вот все. К вам нет доверия. Ему это вообще, по идее, надо проработать с психологом или просто с кем-то пообщаться. Он все в себе это копит. Это проблема очень многих мужчин. Вот такой вам совет. Три месяца обговорите с ним это. Я считаю, что мое мнение не остается неизменным, как я вам писала первый раз в письме в своем ответе. Три месяца без общения, принятия решений. Вот такой срок я вам даю. Девочки, пожалуйста, пишите комментарии по таким же историям, что вы девушке посоветуете. Но ни в коем случае мое мнение нельзя жене там что-то рассказывать, идти через него. Он это должен сделать. Это его выбор, он это крутит интрижки, это его проблемы. Он принимает эти решения. Не надо скакать за его голову, вы от себя его этим оттолкнете. Будущее, я считаю, что у вас есть, это любовь. Просто он очень сильно запутался, ему нужно в этом помочь. Спасибо за внимание. Скоро увидимся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.